Группа ученых доказала, что все-таки остеобласты слились, чтобы образовывать остеокласты, но был спор на самом деле очень такой. Скотт и Лак доказали уже окончательно, что все-таки это кровяные клетки, потому что метка, они метили тимидентрития, то же самое, потому что вот эта метка оказывалась и в одних клетках, и в других. И в клетках предшественников крови, и в клетке кости, и в клетке сосудов, и эритроцитов, которые циркулировали потом в этой зоне. А Джейн Оулин уже все доказали окончательно, что он образуется именно слиянием макрофагов. Но при этом макрофаги теряют активность фагоцитарную. Остеокласты не могут фагоцитировать, у него другой активный механизм, он протеолитический. Они концентрируют ферменты, которые затем разрушаются структурой. Но они красятся не сразу, потому что есть такой понятикорпускулярный уголь, и он затемняет на агитологических препаратах, поэтому метку эту видно не сразу. Исследовали парабиозом. Организм больной остеопетрозом, ну это, да, генетическое заболевание, когда нарушено обезвисцитление, и остеопорозом. И подключая мертвый организм к живому, тем самым делая одинаковый, по сути, круг кровообращения, оказалось, что и одни пациенты, и другие вылечиваются, потому что идет новая генерация клеток, которые в дальнейшем уже здоровые, и будучи способны плодить себе подобных, генерировать новые популяции клеток уже здоровых, которые обеспечивают нормальную минерализацию межклеточного вещества. Ну вот как раз эти клетки. Вот тут две метки в клетке, тут одна, и тут по одной метке. Это все клетки, образованные из одних предшественников. Это подтвердило то, что клетки, образующие кость мезонхимальные, они являются стволовыми, по сути, потому что они могут образовывать разные генерации и могут превращаться из одной структуры в другую. Вот так выглядит гофрированная каема. Она содержит очень много буквально с ферментами, в том числе крупных. А вот так выглядят участки, какие-то более уплотненные участки коллагена. Она имеет определенную полярность, и вот эти крупные ферменты выделяются туда, тем самым обеспечивая лизис межклеточного вещества. Поэтому щеточная каемка, вот здесь она была бы, она принадлежит кости. Это является структурой кости и представлено толстыми пучками коллагеновых волокон, освобожденных от межклеточного вещества вокруг себя. А все-таки гофрированная каемка – это структура имени остеокласта. Вот это не Шихаушепа. Картинка 52-го года. Это происходит ориентация остеокласта к межклеточному веществу. Формирование первичное. Щеточная каемка. Вот активная работа. И вот она, щеточная каемка, как выглядит. Так щетка. Кондрогенный слой нагрязчивости. В дальнейшем он, к сожалению, редуцируется, и там остается один болок на коллаген, потому что хрящ конечно растет. Он не может расти бесконечно. Это отличает хрящ от кости. Обратование переостальной почки происходит. Это лапа кролика. У нас происходит центр окостенения, вблизи расположенного сосуда. А здесь наблюдается лизис. Это вход сосуда. Вот эта компактная кость растворилась для того, чтобы сюда вошел сосуд. Это физиологический механизм. При росте это возможно. А дальше нет, потому что это требует много времени. А генераторный механизм мы не можем это использовать, потому что у нас время, мы его теряем. У нас кальцинируют, да, хрящ образуется, который кальцинируется. Здесь формируется центр окостенения. Это количество большой остеогенных клеток, которые активно пропитаны сосудами. И вот выстилающие вот эти клетки внутри остеогенные, они формируют новую кость, эти костные тробеку. А это все кальцинированный хрящ, в котором залегает. Вот эта граница, ну, будущая линия цементации, или это линия между группами клеток хряща, которая формирует первичные тробекулы. Да, есть колония, образующая единица, которая формирует тробекулы и в дальнейшем становящиеся самостоятельные единицы. В дальнейшем наблюдается рост кости наружу, в сторону эпифизов. И тут механизма два. С одной стороны он будет из кальцинированного хряща сдвигать вот эту линию хряща кнаружи. А с другой стороны здесь будет формироваться центр окостенения, эктопический. То есть отделенный от основного, казалось бы, участка. Это вот и есть интерстициальный рост, которым мы занимаемся. Здесь идет уже компактизация. Здесь повторно образуются полости с рыхлосветленной тканью и костным мозгом. А эти пластинки становятся компакты. Видите, как они интенсивно окрашиваются. А туда в обе зоны билатерально происходит. Дальнейшее замещение хряща кальцинированной новой костью. И тут формируется эктопический центр окостенения. Почему головка бедра самая плотная кость? В ней кость образуется вторичным методом из хряща. Она уложена вот так вот слоями. Держит всю массу тела человека. Поэтому если использовать донорский участок для костной пластики, чтобы блок был стабилен, это про пластику блоками, то это, конечно же, блоки только взятые из головки бедра. Потому что до 12 месяцев они сохраняют свою трабикулярную структуру. Пока идет это замещение, воскулиризация. Этот процесс продолжается. Он интенсифицируется. Вот это участки, это новые костные трабекулы между группами клеток кальцинированного хряща. Вот в этой зоне происходит. Эта зона метапеза. Небольшой хрящевой участок, который все-таки сохраняется для выполнения определенных механических функций и баланса. Замещение, как происходит в процессе. У нас были участки кальцинированных хряща, потом клетки умерли. Да, это пикнос ядер. И затем происходит движение на дно, а здесь параллельно ползут клетки остеобласты наверх. Это физиологический механизм. Поэтому синтез белка и кальцинирование происходят обычно параллельно и синхронно. Все аналогично, то же самое. Это участок компактных костей, клетки, лежащие в лакунах. Вот тут какая-то еще ленинфоментация была. Вот это остеогенные клетки, висцелающие полости всегда внутри. Это кальцинированная хрящка. Это кровеносный сосуд, который залегал. Это стекловидные клетки. А вот это клетки остеобласты, которые выходят из сосуда. И они затем будут между группами клеток. Вот это еще, это пикнос ядра хрящевой клетки. В дальнейшем они будут вот сюда адгезироваться и формировать новую костную ткань, костную тробекулу. Поскольку кость растет по оси продольно, то, соответственно, происходит параллельное отделение и увеличение кости туда. А здесь замещение постепенное до определенного состояния. И формирование аналогичных гайверсовых систем. Вот здесь был кальцинированный хрящ, образовалась кость. Вот здесь эти сформировались гайверсовые системы, вновь образованные тробекулы. И вот они выглядят так на поперечном слезе. Они везде выставлены клетками остеогенными, которые активно, то стеклов, активно деферницируются. Это оппозитный механизм роста кости. Очень важно для понимания, что любой пустой участок строме будет заполняться новой костной тканью, если есть сосуд, он может лежать в канале или где-то рядом залегать. Но поскольку здесь все окружено преимущественно компактной костью, то, соответственно, в канале в центре. Вот поэтому он здесь в новой тробекуле формируется. Помните, да, если сосуд не лежит где-то в пространстве, он всегда лежит в центре. И поэтому вот откладывается слой клеток 4-12 микрон. Отложился слой 1, отложился слой 2-й, 3-й и так далее. Он уплотнился, сформировалась гайверсовая система, новая единица клеток. И так из нее и будут построены все клетки компактной кости. Все это аналогично, все то же самое рассматриваем. Да, вот гайверсов-канал, образующийся оппозитный рост, это уже клетки имеющие. Вот линия цементации. Вот линия цементации. Вот линия цементации. Вот линия цементации. Но за счет того, что кость компактизируется, они уплотняются и становятся 4 микрона, а не 12. В разной степени мы видим, это просвет сосудов, тут даже пока 3 сосуда, тут уже один, они будут уменьшаться по мере того, как вот это будет превращаться вот в это. В чем заключается цинга? В том, что останавливается синтез межклеточного вещества. У нас есть минерализация, а нет межклеточного вещества. И поэтому костная трубка становится очень тонкой. И кости легко ломаются. Недостаток это приводит, конечно, в недостаток витамина С, потому что они изменяют сосудистую проницаемость. Почему пациентам надо пить витамины всегда вообще, если им какое-то тем более хирургическое вмешательство? Первое, есть элементарная теория. Она там, вот, 81-го года ВОЗ ее признал, что в организме человека алиментарно недостаточно поступают витамины. Поэтому их нужно принимать откуда-то извне. Витамины, минеральный комплекс. Это обеспечивает нормальную работу систем всех перментов и так далее, и процессы дыхания в организме. Циклы Крэпса, да, они дыхают. Тут есть участки, нет межклеточного вещества. Есть минерализация, и оно становится такое, как пустое. Очень редко и пустое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok